Обновление 1.5.1 принесёт в игру новые ощущения от топовых средних танков Японии и Германии. Улучшены характеристики СТА-2, Панцер 58 МУЦ и его разновидностей. В клиенте появился раздел сессионной статистики. Вернулась карта Харьков, узнаваемая, но совсем другая. Новая сущность в игре — учебные материалы. Зачем они? Что с ними делать? И как их получить? Всё это вы узнаете из обзора обновления 1.5.1. В обновлении 1.5.1 изменятся характеристики нескольких средних танков двух наций. Это немецкий Индиан Панцер, Леопард Прототип А, Леопард 1, а также топовые японцы СТА-1, Тайп 61, СТБ-1. Изменения сделаны для того, чтобы подчеркнуть роль этих машин в бою, придать им больше индивидуальности, сделать ярче особенности. Средние танки из ветки Леопарда теперь лучше подходят для игры на дальние дистанции в роли быстрый снайпер. Вот, например, как изменился сам Леопард 1. У него выросла максимальная скорость и скорость поворота башни. Скорость поворота ходовой и прочность танка напротив немного уменьшились. Но главные перемены произошли с орудием. Стал выше разовый урон — 420 единиц базовым снарядом. Урон в минуту сохранился на том же уровне. Увеличилась бронепробиваемость. У фугасных снарядов почти в два раза. 105 мм вместо 53. Орудия быстрее сводятся. Улучшилась стабилизация. Уменьшился разброс. Теперь оно самое точное среди всех средних танков в игре. Леопард 1 стал ярко выраженным снайпером. Опасным на расстоянии. Уязвимым в ближнем бою. В том же направлении изменились Леопард «Прототип А» и «Индиан Панцер». Были обновлены различные параметры, но основные перемены произошли в характеристиках орудий. Что касается японских средних танков, то они усилили свои качества в бою на ближней и средней дистанции. Топовое орудие СТА-1 стало чуть менее точным. Зато сводится и перезаряжается теперь быстрее. Тайп-61 прибавил в броне и прочности. Урон за выстрел стал меньше. Время перезарядки и сведения улучшились. Сильнее всего изменился СТБ-1. Лоб башни стал толще. Исчезли слабые зоны в маске орудия. Ей самой тоже добавили брони. Играть от башни СТБ-1 поможет ещё одно приобретение. Танк получил гидропневматическую подвеску. Теперь он может наклонять корпус и увеличивать угол склонения орудия до целых 12 градусов. Подвеска срабатывает автоматически. Как у шведских средних танков высоких уровней. Обновились и другие характеристики орудия. Уменьшился разовый урон. Зато стала лучше стабилизация. Увеличилась скорострельность. А вместе с ней урон в минуту. Теперь он один из самых высоких в игре. СТБ-1 уверенно играет от рельефа, пользуясь великолепными углами склонения орудия. А хорошо бронированная башня держит удар и помогает реализовать высокий урон в минуту. Полный список изменений и точные значения новых параметров для каждой машины из веток «Леопарда-1» и СТБ-1 смотрите на сайте. Кроме них, обновлённые характеристики получили несколько премиум-машин. У японского СТА-2 стало больше брони в маске орудия. Выросла мощность двигателя. Скорость заднего хода увеличилась на 3 км в час. Все виды снарядов СТА-2 теперь летят быстрее. Кумулятивые фугасы на 16%. Бронебойные — на 34%. Панцер 58 МУЦ вместе со своими братьями стал прочнее на 50 единиц. Орудие стало лучше. Повысилась точность. У всех видов снарядов выросла скорость и разовый урон. Бронепробиваемость фугасов стала лучше в два раза. 90 мм вместо 45. На этом о технике всё. В клиенте появилась статистика за игровую сессию для случайных боёв. Здесь два раздела — по боям и по технике. Можно оценить свою результативность по самым разным параметрам — кредиты, боны, опыт, боевая эффективность, какой танк показал себя лучше всего. Данные собираются за сутки, но при желании их можно сбросить в любой момент. Также просто перейти отсюда в зал славы. Подробнее о сессионной статистике можно узнать на официальном портале игры. В будущем разработчики планируют добавить новые показатели, а также индивидуальные настройки статистики. С обновлением 1.5.1 в игре появится новая сущность — учебные материалы. Это расходники, которые ускоряют развитие экипажа. Каждый из четырёх типов учебников прокачивают танкистов на определённую величину опыта и имеют свои условия использования. При этом брошюра и руководство могут выпадать в довольствии. Пособие можно приобрести за кредиты. Персональное учебное пособие будет доступно как награда за участие в игровых событиях. Чтобы использовать любой учебник, нужно выбрать танк. Открыть меню действий с экипажем, выбрать специальный раздел и нажать соответствующую кнопку. С выходом обновления каждый игрок получит 11 экземпляров учебных брошюр. По одному — для каждой нации в игре. В игру вернулась переработанная и оптимизированная карта Харьков. Она стала больше. Изменился ракурс. Раньше локация была городской. Сейчас это смешанный ландшафт. Добавились открытые участки, пересечённая местность, растительность. Теперь здесь одинаково удобно играть на любом типе техники. Карта изменилась очень сильно, но осталась узнаваемой. Сохранились и характерная архитектура Харькова, и достоверная атмосфера города времён Второй мировой. Подробный разбор карты смотрите в специальном видео. На этом всё. Удачи в бою! Субтитры создавал DimaTorzok